Любовь, доброта, дорогие друзья. Гигантский экран. Пришел я написать тут небольшой нагибаст, но, скорее всего, даже не нагибаст будет, а подкаст. Собственно, ради этого, наверное, и намечалось вначале создать эту рубрику, но больше я в ней всякую чушь городю про свое мировоззрение и всякую хрень, которая мало кому интересна, кроме других психопатов. Но тут как раз именно касательно канала больше получается видос. Следующая у меня проблема возникла. Как вы знаете, те, кто давно смотрит на канале, я не могу в некоторые игры нормально играть на том основании, что их невозможно смотреть. То есть это было с Counter-Strike, с Homeworld, с до кучи игр. Проблема, давайте я покажу, в чем дело. Расскажу сначала, в чем вопрос. Проблема в том, что когда я играю, играю, у меня все идеально идет. Потому что у меня мощный компьютер, у меня 708 GTX в TI и в Sly, две карты стоят мощнейшие, разогнанный процессор последнего поколения, у меня там куча оперативной памяти, SSD жесткий диск, несколько жестких дисков, понимаете? У меня все игры летают, ну, кроме прям жутко оптимизированных, но все летают. Но как только я начинаю снимать видео, кроме фрапса, то есть если не нужно жать, то есть, например, в RAW, ну RAW это типа сырой, запись идет, а это там в минуту несколько гигабайтов занимает видео, и получается там, например, я полчаса поиграл, это там 300 гигабайт. Мне эти, то есть это сырой, сырой объем. То есть то, что от видеокарты поступает к монитору, фрапс, он просто берет это вообще никак не реза. То есть когда я открываю этот файл, там на огромное количество гигабайт, он весит, допустим, 300 гигабайт видеоролик, то я смотрю то же самое, что на экране происходит. То есть никаких изменений. Разумеется, это надо потом перекодировать, и разумеется, с фрапса невозможно посылать сигнал в YouTube, например, когда я стримлю, потому что пока еще не изобрели такой мощный интернет, который передавал бы по несколько гигабайт в секунду в сервер туда, и еще потом, чтобы все игроки могли это смотреть. Ну и тем более, чтобы еще YouTube сам это там пожимал, чтобы у меня там ферма была специально построена для дяди Гоши. Это нереально. Поэтому используется программа из разряда OBS, либо я использую, например, XSplit. Вот. XSplit, он берет этот сигнал, и в зависимости от типа рендеринга, он либо там, я не помню, как он называется. В общем, есть, который нагружает процессор, есть тот, который нагружает видеокарту. Я использую специально для NVIDIA сделанный. И все равно, не имеет значения, картинка не идет. То есть, я могу играть нормально, но проблема для зрителей появляется. В некоторых играх это критично, но проблема даже в тех, где это не критично, где я могу спокойно стримить, все равно вот эти вот какие-то... Это не то, чтобы буферизация, понимаете, картинка, она не плавная. То есть, она то хоп, то хоп, то хоп, то хоп, то нормально идет, то немножко... Это просто не круто, реально. Меня не прикалывает, что что-то как-то некачественно. Я решил подзаняться этим вопросом, я им занимался уже довольно долго, потому что меня постоянно это вымораживало. Потому что некоторые игры ты вообще не можешь играть, а некоторые тупо вот так фризят. Кроме исключений, вроде там Warzander, например. Ну, в общем, круто оптимизированных, потому что сделали их русские. Разумеется, игра супер оптимизирована. Так вот, давайте я покажу, как это вообще выглядит. Вот сейчас я чуть-чуть камеру уменьшу. Но, допустим, Counter-Strike, чтобы вы понимали. Да, некоторые игры приходится слайвы включать, потому что половина кадров не воспринимается, потому что слай режима нет для какой-то игры. Либо разработчики не сделали, либо самой NVIDIA не постаралась. Вот, вы сейчас смотрите картинку, поймите, у меня на экране FPS идеальный. То есть, все не лагает, все показывается кристально чисто. Но, когда я потом это видео опубликую, будет проблема. Причем, в чем суть? Камера, вот то, что вы видите камеру, она идеально отображается. Потому что видеосигнал поступает в камеру, камера его сама обрабатывает, и потом только посылает готовый материал уже. Но, в плане игры, X-Polive сначала этот видеоподоб пожимает и делает это в прямом режиме. из-за этого возникают какие-то конфликты. В общем, я пробовал повышать в диспетчере задач, как это называется-то, приоритет, чтобы, типа, ресурсы, в первую очередь, там занимались. Но это все равно не особо помогает. Я не знаю, что сейчас вы видите, но я более чем уверен, что там какие-то, ну, короче, неплавная картинка. И вы поймите, это Counter-Strike, то есть, ну, Counter-Strike, как он там, Source называется, не важно, это не самая ресурсоемкая игра. То есть, она вообще не ресурсоемкая по современным параметрам. То есть, если я другую какую-то лютую игру начну играть, там еще хуже будет. Но у меня все будет прекрасно. Короче, я долго думал, что сделать, чтобы эту проблему решить. И, так, и, в общем-то, я нашел решение. Так, значит, смотрите, есть устройства, которые изначально были сделаны для приставок, чтобы оттуда можно было записывать, например, видео на компьютер. Они называются карта захвата видео. И эта штука, она получает сигнал от видеокарты, затем сама ее обрабатывает, сама ее пожимает, и затем уже я вывожу ее в Xplit, так же, как вывожу сейчас камеру, которая не лагает практически. Сколько она схватывает, столько она и схватывает. То есть, она передает просто сигнал на компьютер, уже готовый. То же самое эта штука будет делать. То есть, нагрузки на компьютер ноль. Плюс она специально оптимизирована под это, и она только это и делает. Она не имеет дела ни с игровыми ресурсами, ни с ресурсами Windows. Она просто получает сигнал, обрабатывает и выдает. Есть как бы такие вот варианты. Ну вот, например, это типа они недавно выпустили Lite. Я так и не разобрался, в чем разница. То есть, есть вот такой обычный вариант, он типа portable, его можно взять с собой к другу, и через него можно играть, как я понимаю, через приставку. А это круто, потому что у меня есть Xbox и PlayStation. То есть, можно было бы, например, поиграть, не знаю, там Last of... Ну и вообще всякие там эксклюзивы, всякое бывает, выходит. У меня, правда, 4-й сонки нет, но я, может, у брата ее возьму. Не знаю, посмотрим. Ну, вот такая штука. То есть, видите, мы тут с одной стороны подключаем, например, компьютер на вход и на выход подключаем, наверное, я так понимаю, сам компьютер или как это выглядит вообще? Слушайте, мы из компьютера посылаем сигнал... слушайте, вы же мышку-то, наверное, ее не видите. Ну да. Ну, короче, по идее, она должна... А, во-во-во, подождите, через мини-USB питание. Так. Ну да, вот, выход HDMI в монитор, это выход HDMI-вход из компьютера и... Эх... Слушайте, а как я на компьютер-то пошли? Я чуть не понимаю. Дополнительный режим без ПК позволяет минимизировать использование кабелей. Короче, я надеюсь, что... Видите, написано с ПК и без. То есть, я надеюсь, что... Ну, если я правильно понял, то, по крайней мере, так написано, что, типа, видите, эксплит как раз поддерживает. И, как я понимаю, он во время трансляции так... Посылает сюда и отсюда отправляет на YouTube. Короче, я толком, ну, еще не уверен, мне хочется покопаться, иначе это просто штуку я куплю для того, чтобы я мог пользоваться приставками. Но мне это не особо нужно. Вот. Тут есть еще вариант, например, который позволяет пилить видео в 60 фпс. Но это не для стримов, потому что YouTube, по крайней мере, пока что 60 фпс не поддерживает. Ну, я что-то не нашел, как это делать в 1080p. Вот. Но вот эта штука, она поддерживает 1080 в 60 фпс, что довольно круто. Но на стримах, по крайней мере, пока нет. Но, зная YouTube, они это все равно потом сделают. Так что, это вопрос времени. Но я в будущем смогу просто купить устройство. Еще один недочет, что я не смогу играть на своем родном разрешении. То есть, у меня разрешение 1440p экран, а мне придется его пожимать в 1080p. Это немножко обломно, но я привыкну. В общем, вся эта тема заделана только ради того, чтобы нормально играть Ведьмака. Потому что я уже предчувствую, что выйдет Ведьмак, и я не смогу нормально выдать картинку для зрителя. То есть, мне надо будет либо не стримами писать, а это обломно. Потому что стрим, это прикольно. Ты включаешь стрим, и все интерактивно происходит. По-моему, это доставляет какой-то шарм. Можно... Ну, то есть, может случиться что-то неординарное. Это круто. В режиме реального времени, как будто ты рядом сидишь, и мы вместе играем. А если я буду отдельно записывать, то это немножко не то. Но это возможно. Там качество лучше, и не будет замыкания. Мне именно хочется, чтобы можно было стримить Ведьмака. Для этого нужна вот эта вот какая-нибудь штука. Вот это, как я вначале хотел купить, что здесь, типа, она стоит 10 тысяч примерно. Потому что здесь, типа, 60, он схватывает... Так. Видео захват. Вот видите, тут написано внизу. Блин, я не знаю, мышку, по-моему, не видно, наверное. А может и видно. В общем, вот в самом верху, внизу написано, что он схватывает 1920 в 60 FPS. Это как бы круто. Но! Я тут посмотрел, что, вот скажем, здесь, например, в специфике, мы видим, что аппаратный кодировщик в дополнительном устройстве, аппаратный кодировщик H264. Это как раз, как я на эксплите пользуюсь. А вот здесь этого кодировщика нет. То есть, он просто берет сигнал, посылает его на мой компьютер, и мой компьютер еще должен его обрабатывать. Поэтому этот вариант мне абсолютно не нравится и не подходит. И гореть ему за это в аду. Так, подождите, это, по-моему, Partable у нас должен быть включен. Вот. А здесь он, типа, сам его обрабатывает и пожимает и, типа, в компьютер отправляет. То есть, это то, что доктор прописал как раз для моего компьютера. Видеозахват в 1080p с ПК и без ПК предлагает различные варианты подключения TG HDMI, вход, устройство, совместимые с основными платформами и игровые ПК. А у меня как раз игровые ПК. Дополнительный режим бла-бла-бла. Меня тут только дополнительный режим пугает. Я надеюсь, что эта штука позволяет именно, как сказать, что я смогу от компьютера к ней послать, а потом от нее к монитору сигнал, и при этом, чтобы еще результат этого сигнала каким-то образом поступал бы на компьютер. так я пока не понимаю, каким образом он поступает-то. У него тут так, это HDMI TV, HDMI вход. Ну, может быть, он, я не знаю, подожди, HDMI вход, то есть он можно как на... А, я понял. Видимо, нет, это выход на монитор. Так как он записывает? Куда он записывает? Ну, что, записывает на SD-карту, это же глупость какая-то, для записи геймплея по HDMI. Так, запись стрима через мини-ю USB кабель. Ну, похоже, что вот этот USB кабель, он является подключением к компьютеру, и при этом этот же компьютер его, типа, и снабжает энергией, и при этом этот же USB и передает сигнал. Я так это понимаю. Ну, в общем, видите, есть какие-то решения. Хочу я успеть до релиза Ведьмака купить эту штуку и запустить ее, дабы можно было нормально играть в кучу игр, да и в те же всякие Counter-Strike. То же самое с Dota было, люто лагало, стрим невозможно было делать. Короче, куплюсь эту штуку, тем более она дешевле стоит, чем та, которая не обрабатывает режим. Ну, если что, я просто похерил там 100 или 200 долларов. Подумаешь, я треклятый мозг, плевать на все, еще поплачу и все пройдет. Так что, вот такой вот ввел вас в курс дела и я, когда куплю устройство, надеюсь, потестирую его, если что, буду плакать о том, что я потратил деньги. Вот, но у меня есть еще целых три дня, чтобы купить эту хрень и разобраться, установить ее. Там, или какие-то проблемы будут, надо будет что-то дополнительно покупать, но что поделаешь. Так что, если что-то кто-то из вас знает, я обыскал интернет, это реально сложно. Единственное, есть обзоры на это устройство, но это из разряда мы его распаковываем, оно делает это, делает то. И там нету разговора о ПК-составляющей. То есть, большинство людей покупает это для того, чтобы записывать видео из приставок, а не для того, чтобы снять нагрузку с процессора компьютерного. Мне нужно именно 1080p, поэтому я эту штуку покупаю. Если кто-то разбирается, то вообще добавьте, пожалуйста, свою информацию под комментариями, это будет бесценно. Желательно, побыстрее, потому что я ее скоро буду заказывать. Спасибо за внимание, будь счастливы, всего вам доброго, до новых встреч.